здравствуйте дмитрий еще раз раз благодарю вас за уделенное время для нашей беседы интервью по зуму и тема самбо как метод здоровья сберегающей технологии вы как человек в области самбо достаточно опытный спортивный директор международной федерации самбо возможно раскроете более широко понятие самбо не как с точки зрения спортивно соревновательной деятельности или боевого искусства конкретно а более широко с точки зрения здоровья сбережения и мой вопрос первый будет а потом мы как бы расширим немножко на ваш взгляд может ли самбо использоваться как метод здоровья сбережения или технология как мне кажется любая двигательная активность может лежать в основе здоровья сбережения прежде всего но будучи саммистом наверное могу сказать что самбо данном случае имеет ряд преимуществ перед перед остальными дисциплинами или видами двигательной активности потому что система самбо это так скажем комплексное воздействие на на организм и вообще на человека как как личность но прежде всего необходимо сказать что самбо это сложный координационный вид и соответствии с этим занятия самбо они подразумевают не только приобретение навыков а первоначально это координационное обогащение как говорят ученые в области антропологии интеллект человека стал активно развиваться в ту пору когда человекоподобные обезьяны ну так скажем перешли из перемещения на четырех конечностях стали переходить в прямо стоячее положение и перемещение на двух конечностях и вот именно этот период он так скажем знаменуется наверное большим развитием головного мозга и вообще формирование уже новой нового вида человек разумного к чему я это самбо буду числом координационным видом предполагает ну так скажем воздействие очень серьезное воздействие на нервные центры коры головного мозга двигательные прежде всего и это напрямую связано с так скажем с увеличением воздействия которое способствует ну так скажем формированию новых связей коры головного мозга образования новых мостиков и наверное влечет за собой как мне кажется ну так скажем интеллектуальные изменения однако плюс другое дело что федеральным стандартом самбо так скажем разрешается заниматься с десяти лет на сегодняшний день идет ну так скажем борьба за право начинает заниматься самбо более ранее возрасте это абсолютно оправданно и на сегодняшний день у нас уже готов пакет документов для того чтобы тренеры самбисты могли набирать группы семилетных детей и на мой взгляд это очень серьезный порыв потому что самбо это ведь не только броски или болевые приемы или удары прежде всего двигательные навыки которые ну вообще освоение самбо оно начинается с теории как и любой другой предмет и постепенно переходим каким-то навыкам которые ну так скажем вводят нас специализацию и естественно что основными средствами на ранних этапах обучения являются средства гимнастики и акробатики гимнастика вообще это мать терминологии и и школа движений как мне кажется людей прежде всего родителей складывается превратное впечатление что самбо это с первого дня встали и начали бросать друг друга либо бить по голове и так далее нет абсолютно это не так для того чтобы перейти к технике к освоению техники ребенок достаточно продолжительный период времени осваивает какие-то базовые элементы перемещений передвижений вращений на ковре или положение стоя потом взаимодействие с партнером построение перестроение строевые команды но и естественно акробатические элементы только после этого мы переходим к так скажем первоначальной ступени самбо это техника безопасного падения и только после этого происходит уже ну так скажем освоение непосредственно техническим действиям поэтому как мне кажется относительно здоровье и сбережения самбо но ничем не хуже остальных видов двигательной активности любых видов спорта ну как я сказал имеет огромное преимущество перед своими ну так скажем конкурентами в том смысле что самбо как любое единоборство является ложным координационным видом поэтому я бы его рекомендовал в качестве средства здоровья сбережения дмитрий спасибо за такой широкий ответ но вы в своем ответе затронули некоторые моменты которые я бы хотел немножко вот тоже услышать ваше экспертное мнение вы сказали что есть этапность этапность перехода в обучение самбо как раз таки чтобы сберечь организм молодого человека да который приходит или еще не знающего что такое самбо чтобы его подготовить уже к специализации но зачастую мы так происходит мне кажется это практически повсеместно что идет так называемое ускорение процесса что вы можете сказать по этому поводу ускорение именно тренировочном процессе то есть тренера педагоги кто занимается самбо пытаются форсировать некоторые этапы насколько это опасно с вашей стороны и что нужно сделать что нужно сделать тренер чтобы это этого не допускать если вы ходите я могу как известно есть представители тренерского сообщества которые предпочитают форсировать подготовку молодых атлетов конечно это нарушение прежде всего это нарушение законодательства и второе это нарушение ну так скажем общечеловеческих норм всем известно что ранее специализация она чревата ранним закатом спортивной карьеры то есть мы мы видим как вид экспорта которых но так скажем пиковый возраст для максимальных достижений спортивных приходится на юношеский возраст даже не молодежный а юношеский ну прежде всего сегодня это фигурное катание спортивная художественная гимнастика и мы видим что девушки и юноши 20 лет они уже являются ну так скажем ветеранами в этой спортивной дисциплине понятно наверное это связано прежде всего с особенностями вообще спортивной дисциплины ну и развитием человеческого организма где в основе лежит гибкость координация так вот самбо в этом смысле реальным видом спорта не является и здесь очень важно понимать что любое форсирование вообще не только в самом где угодно это чревато прежде всего усталостью эмоционально то есть дети мы видим начать начавшую тренироваться спириона они к юношескому возрасту уже устали просто от этой деятельности и просто-напросто бросают а вот вообще единоборство это удел зрелых людей потому что ну так скажем силовые способности та самая так скажем мудрость зрелость борцовская она формируется ну так скажем не ранее двадцати лет но вообще все что касается силы то есть это же вопрос эндокринной системы развития прежде всего ее и первое и второе способность опору двигательного аппарата удерживать достаточные компрессионные нагрузки поэтому когда мы говорим о том что детей там в раннем возрасте уже составляют участвовать в соревнованиях в полном объеме используя те правила которые существуют для взрослых конечно это ненормально и прежде всего это должны понимать родители а зачастую тренеры сталкиваются с тем что сами родители подталкивают тому чтобы детей в раннем на ранних этапах уже ну так скажем приучают участие соревнований то есть это большая ошибка и данном данном случае международная федерация так скажем в качестве превентивной меры создала целый проект который называется на сегодняшний день аттестация атлетов которая предусматривает ну так скажем те же соревнования но совершенно другом ключе это демонстрационная самбо новая дисциплина демо-самбо где так скажем главным критерием оценки профессионализма служит техника выполнения технических действий то есть это не не соревнования в том виде как мы привыкли а это демонстрация понятно что она проходит в соответствии с определенным регламентом и это тоже непросто но для этого нужно нужны совершенно другие так скажем способности которые много отличаются от тех которые которые мы привыкли это щадящая форма проведения тех же соревнований просто для многих пока она не является очевидной несмотря на то что это положение действует уже с 14 года надо признать что она не нашла широкого отклика наших коллег занимающихся детьми вообще занимающихся социалистами разных возрастов но мы надеемся что в ближайшем будущем эта ситуация изменится и перед тем как участвовать в обычных в обычном формате соревнования мы все-таки активно будем участвовать в том чтобы проявлять ну так скажем знание и умение техники самому потому что форсирование опять же она приводит тому что мы бегом-бегом-бегом осваивая поверхушкам какие-то базовые элементы техники за счет какой-то природной одаренности может быть физических качеств и двигательного превосходства мы имеем юношу или кадета который ну превосходит своих сверстников на порядок а потом уже на уровне юноши молодежи он исчезает только потому что он зарабатывает огромное количество травм в этой связи или просто устает эмоционально человек выгорает и вот на этом этапе мы теряем огромное количество талантливых детей любой тренер и любой спортсмен который имеет достаточно серьезный опыт работы за своей спиной он вам скажет что рядом с ним стояли очень одаренные люди которые закончили ну как говорится со справкой в лучшем случае стали мастерами спорта только потому что человек когда у нас все получается он теряет интерес к этому и второе так скажем побочным явлением форсирование физические нагрузки является конечно травма от этого никуда не уйти и здесь самая большая проблема с которой вообще любая система я говорю сейчас транспортная федерация она конечно должна бороться наверное с этим потому что спорт и вообще величие спорта или дисциплины конкретно она характеризуется не тем какие гонорары получают атлеты на соревнованиях а тем какова вообще продолжительность жизни этих спортсменов почему так популярен на футбол или скажем марафон бостонский марафон собирает там более трех 30 тысяч участников это при том что у них есть ограничения они выставляют лимиты причем это не бесплатная история то есть там за каждый шаг можно платить и люди едут и участвуют почему а потому что бег это очень доступно так скажем двигательное проявление первое и второе мы можем если мы хотим если мы делаем все правильно мы можем бегать до глубокой старости и люди так и бегают что не скажешь о других видах спорт ну там часто бокс например я думаю что вы знаете что в боксе нет ветеранского движения у них нет соревнований среди ветеранов это многое объясняет а в том же плавании на чемпионате мира по ветеранам по мастерам самое забавное что для меня было открытие это там есть возрастная категория по моему до 90 лет может себе представить атлеты выступающие чемпионате мира до 90 лет вот это говорит о том что вид спорта он действительно все объявляющие и все поглощающие которые раскрывают свои двери абсолютно для всех для своих ограничений это при том что плавание это жестко имитированная дисциплина как любой любой вид циклической циклического характера то есть он жестко привязан к ко времени и в этой связи очень жестко привязан к особенностям строения анатомического и функционального каждого из атлетов то есть для того чтобы плавать нужно родиться плавцом на высоком уровне естественно дмитрий спасибо опять-таки очень широкий и экспертный ответ на мой вопрос и опять в нем некоторые моменты которые я хотел прояснить или может быть дополнить от себя а вы уже может быть еще дополнить от себя вот вы сказали по поводу значит мы говорили о форсировании что это не совсем хорошо точнее даже может быть вообще нехорошо это плохо и мы понимаем что конечно же высокий соревновательный результат не может быть без здоровья то есть если человек не обладает здоровьем он никогда не придет к высокому спортивному результату и тут мы опять приходим к началу что если мы будем плавно применять самбо именно как здоровье сберегающую технологию мы можем то есть это уже побочное явление результат соревновательный я так понимаю что то можете вот подтвердить или нет то есть результат грамотного использования самбо как здоровье сберегающей технологии побочный его результат это достижение высоких спортивных результатов ну значит как бы как бы ответить на этот вопрос но давайте так если мы рассматриваем самбу как систему оздоровления то в данном случае основным критерием ну так скажем этого здоровья и сбережения здоровья является нормирование нагрузки на протяжении многолетних занятий спорт к сожалению порой стоит на грани вот этих ну так скажем проявлений потому что езжать в парке просто под музыку и бежать в том же парке уже на время это совершенно разное психологическое состояние прежде всего поэтому когда мы вносим соревновательный аспект это всегда напряжение любое напряжение это какой-то стресс вот тот кто занимается изучением стрессорности или стрессового воздействия он скажет что стресс дозированных количеств он полезен а а превышение стресса это всегда вредно для организма но где те самые грани по которым можно определить что полезно что вредно к сожалению как лекарство вот стресс его невозможно сделать или как еду например или как количество потребляемых внутри эмо и так далее поэтому здесь этот момент сложно учитываемый сложно контролируемый поэтому везде где есть соревновательный аспект он вносит определенную стрессорность а все что касается здоровья вот там стресс должен быть строго дозированным и вот это эти дозировки они строго индивидуально это первое и второе они рассматриваются то есть стресс рассматривается как средство оздоровления ну например есть такое понятие фактор фактор стрессорности при работе с отягощением то есть любой человек занимающийся развитием сил он вам скажет что если вы не создаете стрессовую ситуацию прежде всего в мышцы и как как и реакции вот на этот стресс выше центральной нервной системы то вы занимаетесь зря то есть без стресса не будет выделения гормонов гормон это один из факторов ну так скажем на лечение мышечной массы роста и роста мышц так вот этот стресс он просто необходим для того чтобы сдвинуть какие-то механизмы нашим с вами организмом с целью достижения определенных задач но вот когда речь идет о здоровье то этот стресс он небольшой и человек не должен в нем пребывать очень долго то есть это абсолютно дозированная величина которые способствуют профилактическому выделению тех же самых гормонов а когда человек увлекаясь теми же силовыми упражнения доводит себя до состояния сцепления когда его эндокринная система исчерпывает свои возможности и он вместо того чтобы чувствовать и ощущать здоровье прилив и так далее то эндокринная система исчерпав свои ресурсы она наоборот дает обратный эффект у человека плохое состояние нет сна или наоборот сонливость днем при этом отсутствие сна ночи ну и так далее так далее вплоть до развития заболевания так вот здесь важно понимать что любая любой соревновательный аспект он носит вот этот раздражение а все что связано с здоровьем это все таки это все таки радость если вы ради интереса наберете в поисковике google яндекс здоровье и посмотрите что ваш ресурс предлагает в качестве картинок как комментарии к этому названию вы не увидите ни одной картинки с обнаженным проработанным телом мужчины и женщины вы не увидите ни одного спортсмена там вы картинки солнечные поляны человек сидящий на восходе или какие-то свежие фрукты то есть это всегда связано с какой-то красотой поэтому здоровье это прежде всего красота в мыслях и красота в поступках поэтому вот сам мы почему-то знаете настолько вот такое слово есть нехорошее оспортивлены что мы либо мы занимаемся спортом на всю катушку до смерти так скажем либо не занимаемся и вообще на самом-то деле весь любой спорт тем более профессиональный он жизнь и жизнится на массовости а массовость она не приемлет каких-то диких проявлений вот этой вот этой жесткости всех отталкивающих элементов она привлекает своими красками своими эмоциями впечатлениями когда мы видим где разбитые лица и так далее там сломанные кости потерянное сознание кровотечение носовой и все остальное это никого на самом деле ни одного здорового человека это не заводит людей привлекает красота поэтому вот на мой взгляд на сегодняшний день самой большой проблемой самбо является недостаток красоты эстетики при этом мы так скажем сделаем немало шагов в этом отношении но как и все остальное новое но не всегда воспринимается ну так скажем радостно но тем не менее шаги в одном направлении и вот мы уйдем от результатов медали и придем в массу то вот на этой массе у нас вырастет результат вот такой продукт мы сейчас пытаемся вырастить результат забыв о массовости вот это наше самое большое упущение нам сейчас нужно уйти наоборот нам нужно говорить о том что самбо должны заниматься не только атлетов и должны заниматься люди причем разных возрастов начиная с малого и заканчивая после после глубоко после пенсионного назовем это так и в этом есть только преимущество никакой угрозы для здоровья в этом нет при том что но основные технологии у нас уже в принципе подготовлены ну вы сказали про такие виды двигательной активности виды спорта как плавание я добавлю есть еще и бег есть еще велоспорт лыжи с одной стороны мы видим все эти олимпийские виды спорта как достиженческие для результатов с другой стороны очень много людей использует эту двигательную активность с точки зрения здоровья сбережения с точки зрения рекреации и на сегодняшний день из многих видов единоборств и в том числе боевых искусств которым относится самбо есть такое как бы направление то есть люди которые провели много лет в специализации они не уходят из специализации и используют те навыки и те знания которые они получили за много лет для дальнейшего сохранения своего здоровья для рекреационных восстановительных мероприятий это как обычная ходьба да и спортивная ходьба обычный бег есть спортивный бег просто лыжные прогулки и так далее и спортивные прогулки в единоборствах мы знаем есть ушу или карате где или айкидо или другие направления которые нам известны конечно же вы правы что сегодня восприятие самбо у большинства это как самозащита без оружия с точки зрения если на вас нападает кто-то мне понравилась такая мысль что самбо это самозащита без оружия с точки зрения что я могу не воспользовавшись никакими внешними средствами использовать упражнения самбо для сохранения своего здоровья и мой вопрос сегодня вы используете ли упражнения самбо для рекреации для восстановительных процессов для себя лично для поддержания хорошей жизненной силы да безусловно вы знаете если мы говорим про бег и очень многие люди бегают все по-разному тем не но на самом-то деле бег опасным видом двигательной активности любая осеваемая нагрузка она приносит свои плоды в части разрушения суставных поверхностей ну и так далее все что с этим связано и поэтому когда мы видим на том же московском марафоне и полу марафоне 100 килограммовому мужчину который очень хорошо и так далее но я для себя понимаю что никакого здоровья он себе в этим самым не приносит несмотря на то что он четыре часа может быть этот полу марафон лежит так или иначе если вообще ранжировать циклическую нагрузку то я бы например исходил из другого вот все что касается пользы то самым полезным на мой взгляд является лыжи велосипед плавание скандинавская ходьба потом ходьба уж точно на последнем месте это бег тем не менее люди предпочитают бегать я считаю что это это очень серьезное заблуждение и когда люди рассчитывают что если начнем бегать то я похудею это конечно полную глупость мне это вообще никак не связано но тем не менее если говорить о самбо то как средства рекреации или средства восстановления это прекрасный вид но любой вам скажет что борьба в положении лежа 5-минутное лучшее средство для улучшения перестали переставить кишечника например как говорится лучший массаж это борьба в положении лежа где все без без рисков где все абсолютно а мышечную группу проняты вами лично соперникам это абсолютно комфортная ну так скажем активность которая но при определенных условиях не приносит никакого вред приносит всегда цернательный аспект который воспринимается ну так скажем враг по отношению партнера потому что вот не тяжело или там я проявил ситуацию я буду терпеть чтобы им прыгать а так не должно быть то есть ты упускаешь момент не потому что ты слабак а потому что ты стремишься сохранить здоровье и оба партнера это понимают и и в следующем эпизоде когда ты завладеешь инициативу и будешь проводить технический элемент твой партнер оценит это адекватно а вот когда встречается сопротивление это характерно для спортсменов ветерана когда вот ему шею сворачивают а он терпит до последнего вот умру но не перевернусь это приводит к чему к повреждениям вот этого не должно быть поэтому вся амбициозность она должна быть поставлена за пределами зала если речь идет о самбо как здорово избегающей дисциплине то есть то же самое в беге можно с ума сойти и но шею себе свернуть ставить личные рекорды в беге в горы из горы при том что ровный спокойный выверенный бег в соответствии с собственными возможностями сегодняшний день он несет только пользу дмитрий спасибо я вас не слышал роман юрьевич да вот сейчас сейчас слышите немножко связь прерывается сейчас дмитрий у нас подходит завершение время сожалению в зум у меня ограниченное время но я во первых хочу поблагодарить вас за то что вы еще раз что вы согласились поговорить на тему самбо как здорово изберегающая технология конечно она обширная тема ее можно еще много говорить по этому вопросу и но я хотел бы в заключении буквально пару минут какие такие основные ваши рекомендации все-таки как наиболее эффективно использовать самбо с точки зрения здоровья сбережения и для улучшения качества жизни первый принцип не нужно прыгать выше собственной головы второе приходить приходите в самбо за знаниями и приобретением специальных навыков не нужно приходить самбо ради того чтобы просто отвести душу или снять свою агрессию хотите учиться потому что самбо прежде всего это обучение двигательное двигательное и после этого уже приобретение специальных знаний ну и самое главное это системность то есть если мы тренируемся начинаем тренироваться каждый следующий понедельник и мы каждый следующий понедельник приходим ничего не получится здесь нужно просто взять и решить что я буду это делать регулярно неважно как вы выстроить свой график главное чтобы это было регулярно но и то есть не надо своих стараниях ну так скажем превышать допустимые лимиты прежде всего своего организма спасибо большое вам дмитрий спасибо большое что вы еще раз уделили внимание этому вопросу и поговорили со но я думаю для многих любителей самбо и профессионалов мы немножечко приоткрыли больше дверь для понимания что же такое сам спасибо вам огромное за приглашение я не знаю насколько я был убедителем своих аргументах или насколько я ответил на ваши вопросы но любом случае я старался если уже что-то не получилось то заранее приношу свои изменения спасибо вам большое спасибо до новых встреч